Много ли тут тех, кто помнит времена, когда все ждали появления Кракена в Фортнайте? Сейчас, конечно, об этом толком никто не помнит, но когда-то подобный байт был у всех на слуху и ролики о нем делал практически каждый контент-мейкер. Но при начале своего хайпа, когда Фортнайт только-только подрезал идею с Королевской битвой, для привлечения к себе внимания просто необходимо было кликбейтить и шуметь скандалами. Иначе аудитория бы так и не узнала об этой игре. Сегодня вы узнаете о, так скажем, эволюции кликбейта и фейковых новостей Фортнайта за всю его историю. Поверьте, было много различных тем, которые невероятно хайповали, но практически всегда оказывались фейком и пустышками, хотя народу верило в это очень много. Довольно интересное видео намечается, так что по-братски подпишись на канал, поставь жирнущего лося на это видео и в комментарии напиши, застал ли ты хоть один раздутый кликбейтный хайп Фортнайта вживую. Это сильная помощь в продвижении ролика по рекомендациям, заранее вам спасибо. Ну и конечно же эти действия обязательно для участия в большущем розыгрыше 10 боевых пропусков 17 сезона. Будет 10 победителей, а значит твои шансы на победу очень высоки. Выполняй их и фоловься на мой твич, где я лампово и очень рафлово провожу с вами время. Так еще и магазин скинов на моем твиче за баллы канала также есть, с кучей вип-баксов, скинов из кэски и реальными рублями для ваших карточек и киви. Залетайте, чтобы фармить бабосик, проводить весело время и быть в курсе всего самого важного. Ну а теперь пожалуй хватит трындить, погнали ролик смотреть. Итак, приступим. И начнем с самого дальнего времени. 2017 года. То далекое время, когда Fortnite только-только появился, Epic Games сразу поняли, что кликбейт это лучший способ агрить внимание детей на себя. А поняли они это после эксперимента с добавлением невероятной имбы, ваншотающей каждого на любую дистанцию. За патрона. Да, добавили его, судя по историческим данным, всего на 30 минут в игру и сразу же удалили. Как он уже успел стать шумным обсуждением и новостью. Среди тогдашней маленькой аудитории, правда. И не привлек он тогда внимания извне, потому Epic Games начали придумывать следующие кликбейты, которые привлекут внимание новых игроков. Но за патрон навеки запомнится как самый первый кликбейт, который шоттл по 150 по телу. И который каждый на своих словах видел и юзал, но как оказалось, воспользоваться им успели буквально меньше 10 человек. Такие дела. В том же 2017 году прогремел следующий кликбейт, который привел уже очень хоть и немного, но все же внимание геймеров, никогда не играющих в форточку. Совязан он с акулой. Загвоздка в том, что в те времена как бы этих акул еще в помине не было. Да и самой механики плавания не существовало. В Fortnite в принципе нельзя было контактировать с водой, ведь от этого вы пермоментно умирали. Но вот одно видео неизвестного человека тогда потрясло всю аудиторию. Было четко видно, как игрок кинув несколько гранаток в воду, якобы в ответ из воды увидел выскочающую огромную акулу, мегалодона. Конечно же интернет сразу же был осыпан сотнями роликов, но позже, во времена второго сезона, нашелся паренек, который выложил то самое первое видео. И он признался, что сделал это при помощи монтажа и акулу просто прилепил к видео из футажа с хромакеем. Чуть же позже, ближе к концу 17-го и во время начала 18-го года, появились те люди, которые своими кликбейтами подняли аудиторию Fortnite в десятки раз. Говорю я конечно про ниндзю, тифу, мифа и прочих олдов форточки, которые байтили различными конфликтами, невероятными названиями на роликах и фейковой информацией на превью. Меди и на Fortnite благодаря ним начал набирать колоссальные обороты, благодаря чему больше людей начало в него играть. И тут по сути именно тот случай, когда фейки и полнейшие кликбейты от контентмейкеров работали во благо для еще малоизвестной игры и приносили ей узнаваемость. В 2018-м же году первыми самыми популярными и важными кликбейтами Fortnite были слухи о тележках и машинах, которые якобы можно было водить. Как ни странно, зародили их сами Epic Games. Ведь на 1 апреля они тогда добавили на один день не работающую, но видимую кнопку возможности водить машины и телеги, которые всегда были просто декорациями. После этого, как подобает проверенной тактике, аудитория понеслась сама пилить тысячи роликов на эту тему. И с каждым разом профит от подобных кликбейтов усиливался и все больше людей влетало в игру. Ведь попутно появился и сюжет в Fortnite и первые ивенты. А вот телеги, правда, и машины все же добавили, как вид транспорта, хотя и не сразу. В том же, в 2018-м году случился еще один пик популярности Fortnite, и все благодаря тому, что Epic Games на протяжении всего сезона байтили аудиторию мелькающим метеоритом в небе. Всячески намекая на то, что только что появившиеся тельты, которые все сразу полюбили, будут уничтожены. И, конечно же, аудитория вновь повелась и клепала ролики об этом с еще большей страстью, ведь Epic Games попали в самую точку, задев любовь аудитории к новой локации. Был еще один смешной кликбейт в то время, которым разработчики отдали дань уважения игре, которая, в принципе, породила собой игровой режим Королевская битва. Заключался он в том, что на свежей локации на одной из погребальных плит было написано «Хази». Так они дали понять, что с их нарастающим хайпом отец Королевских битв помер, но они о нем всегда будут помнить. В том же временном периоде, в районе третьего сезона, был еще один кликбейт, который невероятно правдиво выглядел, и на реддите игроки предполагали, что разработчики сами специально создают подобные видео для байта. Все дело в этом видео. Якобы какой-то парень нашел джетпак, тот самый реактивный ранец из легендарного GTA San Andreas. Только вот загвоздка в том, что джетпак появился в Фортнайте лишь год спустя, а видео оказалось невероятно грамотным фейковым кликбейтом. Конечно же, также огромнейшим и самым важным кликбейтом того времени была ситуация, сложившаяся вокруг стримера Тайлера под ником Ниндзя. Его еще будучи никем, мелким стримером с 200 онлайна, нашел во время съемок своего ролика самый хайповый тогда и по нынешнее время блогер Мистер Биз, который как раз снимал видео с донатами мелким стримером. Донатил он всегда не меньше 10 тысяч долларов каждому. Но реакция Ниндзи его так повеселила и порадовала, что он еще разок в другом ролике тоже ему задонатил на уже 50 тысяч долларов, что вызвало, конечно же, огромный хайп и 200 привычных онлайна у Ниндзи превратились в 10 тысяч. А это тогда был чуть ли не рекорд. Тайлер, конечно, молодец, не растерялся и вложил все деньги ультра правильно, потратив их на коллаборацию с самым хайпующим рэпером в мире – Дрейком. Тот стрим поставил на то время мировой рекорд – это были колоссальные 500 тысяч онлайна, разрыв мировых новостей и привлечение огромного внимания к Фортнайту, в который Тайлер с Дрейком играли на фоне ради прикола. Ну а вот следующий кликбейт того времени – это скин Человека-паука, который один датамайнер с Твиттера когда-то смог засунуть в игру, просто подменив файлы, отвечающие за дефолтные скины. Потому после такого интернет запланили десятки тысяч роликов о Спайдермэне в Фортнайте, что привлекло внимание даже игроков с других сетевых игр. Тогда же Epic Games поняли, что подобное было бы неплохо сделать официально, чтобы просто взорвать и уничтожить нафиг весь интернет. Именно так и появился самый первый официальный коллаб Форточки и свершилось появление Таноса. В этот период был поставлен рекорд и пик онлайна в Фортнайте, во время фейкового Спайдермэна и коллаба с Таносом, когда каждый мог им поиграть и вынести всех как мусор, если ему бы повезло получить перчатку бесконечности. Ну а у кого получалось, те сразу пилили ролики об этом и набирали сотни тысяч просмотров на ровном месте, даже на новых ютуб-каналах. Но уже в восьмом сезоне появилась действительно невероятно работающая схема кликбейта от самих разработчиков. Сначала появились яйца и аудитория разрывалась, гадая, что же там. В основном кликбейт и фейк новости строились на том, что оттуда вылезут драконы. Но чуть позже вновь началась дичь и миллионы роликов, утверждающие появление Кракена из воды, который уничтожит остров Фортнайта. Но буквально сразу же после волны хайпа на Кракене началась волна кликбейта и хайпа на возможном коллабе Фортнайта с Годзиллой. И конечно же, снова появились сотни тысяч роликов об этом, которые по сути являлись полными пустышками. Особенно сильно утвердились мысли на этот счет, когда полярный пик с глазом пропали и начали плавать вокруг острова на протяжении месяца. И только в самом конце, во время начала ивента, всем стало ясно, что это все было фейком. Ведь вылез страшный и криповый монстр, а не то, чего все ждали. Но самые важные остались всего лишь два. Уничтожение Фортнайта метеоритами и ракетами, а также погружение в черную дыру на неделю. Вот что действительно сожгло огромное количество жопок и привлекло дополнительное внимание к неработающему почти 10 дней Фортнайту в конце 2019 и начале 2020 года. Самые крупные новостные интернет порталы в то время гремели новостями о том, что Фортнайт уничтожен и игроки больше никогда не смогут играть. Но вот самый длинный и издевательский кликбейт произошел с выходом у нас второй главы. Это конечно же появление на острове того самого бункера из сюжетов и трейлера ПВЕ, который имеет самую большую важность в основной игре Фортнайт. Но вот то, что на протяжении стольких лет он просто стоит и с ним как бы ничего не происходит. До сих пор кстати он так и не задействован в самой Фортач и мы все так и сидим и гадаем, когда уже с ним что-нибудь да произойдет. Ребята, я очень надеюсь, чтобы вам понравилось и дико кайфую делать видео не на тему скинов, которая мне надоела, а вот такие вот адаптации. И судя по вашей реакции вы тоже кайфуете, потому специально для вас секретный розыгрыш 1000 вибаксов. Подпишись на канал, поставь лайк этому видео, напиши в комментариях свой ник с твича и бегом ко мне на стрим. Он уже идет и результаты я подведу прямо на нем. И у меня тут кстати весело, рафлово и уютно, да еще и возможность специально для вас зарабатывать деньги за ваш онлайн. Что еще нужно? В общем, всех жду и прощаюсь. С вами был Старик Пукуло, до скорых встреч на стриме, всем пока.